Ребят, привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и это такой экстренно лайв-видос по поводу новой игры по вселенной Бэтмена. Сорян сразу за то, что у меня будет некий сумбур, не поставлю на речь, потому что я пишу этот видос, по сути, с одного дубля, и прям после показанного гейпплея и трейлера. В общем, в данный момент, а именно 22 августа, минут 15 назад, анонсировали новую игру про вселенную Бэтмена, которая будет называться Gotham Knight. Я очень ждал данного события, когда нам все-таки покажут новую игру по вселенной Бэтмена. И знаете, ваши ожидания, это ваши проблемы, как говорится, потому что эта игра не про Бэтмена, а про его наследников, а именно Робина, Найтвинга, Красного Колпака и Бэтгерл. В принципе, сама игра по изуалу, она выглядит классно, по-нексгеновски, то есть видно, что над игрой трудились. Но дело в том, что эта игра нам сразу... ну, этот трейлер, этот геймплей, который был показан на раннего билда, кстати, ранний билд офигенно выглядит, не то, что ранний билд Хейла. И тут, кстати, сразу написали, что это ранний билд, пацаны, если что, сорян. Выглядит игрух реально клево, но проблема в том, что она будет с элементами РПГ, короче, а-ля Ассасин Одиссея и тому подобное. Вообще, я не знаю, каким образом они пошли на данный шаг, потому что Бэтмен всегда был неким битым апом. Теперь же Бэтмен РПГ. Бэтмен без Бэтмен, так скажем. По сюжету Бэтмен мертв, и якобы всю его миссию, все его дела продолжают его наследники. Вы, в принципе, можете сейчас геймплей посмотреть, я его на заднем фоне врублю. Вот, напишите в комментах, понравилась ли вам данная игра или нет, потому что мне она не очень понравилась, именно за счет того, что она не про Бэтмена, и за счет того, что там появились цифры, вот эти цифры, цифры уровней, и это, как по мне, жесть. То есть, если сравнивать эту игру с этим, с Мстителями, которая скоро выйдет, да, они различаются. Если Мстителя это битым ап, и игра сервис, то тут, походу, игра с открытым миром, так скажем, смесь ассасина, ну, короче, ассасина в мире Бэтмена, только еще с кооперативом. Я не знаю, как это будет играться, но выглядит очень спорно, и, скорее всего, не так, как многие хотели, потому что все, опять же, ожидали, что это будет новая игра про Бэтмена, она будет офигенна с возможностью кооператива. То есть, было бы классно, если бы Бэтмен был бы жив, и еще возможность кооператива Базару 0, это было бы шикарно. А тут Бэтмена убивает, и в итоге... Это жесть. А также, исходя из геймплея, мне кажется, что очень много будет всяких, знаете, как вот в Ассасине всякая там магия, не магия, здесь такая же будет тема. Ну, если вы заметили, когда Бэтгерл дралась, а у нее летали всякие летучие мыши вокруг нее, ну, короче, а-ля вот это самое. Если что, я уже написал Виджилу, потому что Виджилу сейчас не дома, он не следит за этой темой, я посмотрел пока что DC Fandom, вот эту вот трансляцию их. И он тоже негодует, потому что, опять же, без Бэтмена, и опять RPG-жность. Я не знаю, может быть, я один по этому поводу как-то парюсь и очень расстроен. Не знаю, напишите вообще свое мнение в комментариях, но, честно, это не то, что я ожидал увидеть, потому что я капец как ожидал данной трансляции, в итоге, бум. Вот, в целом, да, классно, что они ввели кооператив, очень классная модель персонажей, анимации, удары, надеюсь, что боевая система тоже будет прикольной, но... Я даже не знаю, что еще сказать по поводу этого. В общем, жду вашего мнения, давайте пообсуждаем эту игру, потому что мне очень хочется услышать другие мнения. А, вот, насчет Марвела. Это был Битэмап и игра сервис, то есть, в принципе, там вся вот эта тема, она немного сбалансирована, что ты, типа, качаешь, выполняешь миссии, типа, а-ля Энзим, а здесь же открытый мир, как так? Без понятия. В общем, это пока первая игра по вселенной Бэтмена, потому что ожидается, что покажут некую игру про отряд самоубийц, по слухам, там будет охота за Суперменом, посмотрим, какая будет она, потому что про нее практически ничего не слышно, кроме как вот то, что я сказал, и, в общем, все. Кстати, вот эта вот игра Gotham Knight, она выйдет и на Xbox One, PlayStation 4, и на новые консоли, и выйдет она в 2021 году, и на ПК тоже выйдет, вот. В общем, ребят, пишите свое мнение, если вы тоже негодуете так же, как я, что новая игра по вселенной Бэтмена без Бэтмена, то ставьте лайк, пишите, опять же, свое мнение, вот. Ничего, до новых встреч, спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.